Это здание – небольшой частный дом. Правда, только на бумаге. В жизни на берегу моря выросла незаконная многоэтажка, больше напоминающая гостиницу. Пока здесь только четыре этажа, но незаконную стройку остановить пытаются всем городом-героем. После исков в суд строительство временно приостановили, рассказывает мэр Владимир Синеговский, главе региона. Венимин Кондратьев тут же замечает. Схема, по которой действовал застройщик, на Кубани не нова. Поэтому бороться с этим надо просто – сносить. Все судебные инстанции мы прошли, хоть до касаться. Суды приняли все в пользу этих граждан, самовольщиков, которые застроили тогда. Вы передайте мне вот эти решения судов. Все вот они у меня здесь есть. Давайте я их сам лично заберу у вас. Ничего не мешает сегодня судебной инстанции еще раз вернуться и пересмотреть данные решения. Я думаю, что решение будет в пользу городской власти. На Контрасте неподалеку строится еще одно здание. Только уже на вполне законных основаниях. Это будущий дворец олимпийских видов спорта. По проекту здесь и большой бассейн, и ледовая арена. Сегодня спорткомплекс готов уже наполовину. Сейчас те говорят, что главы плачутся, где мы ездим. Говорит, экономика проседает, экономика проседает. Экономика в умах глав нерадивых проседает. А вот здесь, если экономика новороссийская развивается, она развивается. Мы видим вот этот результат. После Владимир Синеговский показывает, по сути, самую главную стройку в Новороссийске. Резервуар чистой воды. Его ввод в эксплуатацию должен решить многолетние проблемы с подачей воды в дома нескольких тысяч горожан. Как это будет работать, Кондратьеву пытаются объяснить на схематичной карте. Слишком сложно, замечает глава региона, для людей, которым просто нужна вода. Вот сейчас мы говорим, как чиновники говорят. А вы скажите так, чтобы люди понимали. Сегодня дефицит воды какой процент новороссийский? На сегодняшний день 80% населения обеспечено водой, круглосуточная подача. Не достает 20%. Для того, чтобы выполнить эти 20%, необходимо сделать модернизацию сетей насосных станций, резервуаров по городу и завершить реконструкцию магистрального водовода, который подает из Троицкого на Новороссийск. То, что вода – это жизнь, в Новороссийске знают как нигде лучше. Проблема чуть ли не с основания города. На встрече, которую Вениамин Кондратьев провел с местными жителями, она вылилась в главную тему. Закрывать проблемный вопрос будут силами краевого бюджета. Просьба в этом году выполнить те поставленные задачи, хотя это очень дорогой объект, увеличение на 30-40 тысяч кубических метров в сутки воды. Это гарантия обеспечения водоснабжением нашего города. Здесь решение проблемы относить только к мэру Новороссийска будет неправильным. Вы это реально понимаете. Это большая компетенция края, и это прямая компетенция края. Сегодня мы это обсудили с Владимиром Ильичем. Вы знаете, что идет опробирование резервуаров. Их необходимо еще пять. Я вам хочу сказать, что они будут. Тогда проблема воды будет решена. Тема, которая косвенно тоже соприкасается с водой. Застройка в пределах первой береговой линии. Нередко уже в 100 метрах от моря можно увидеть непонятные небоскребы из стекла и бетона. И в этом случае полет фантазии застройщиков нужно приземлять, говорит Кондратьев, создавая при этом единый курортный облик всего региона. Важно понимать, чтобы мы видели хорошую бухту. Если любой входящий в акваторию Новороссийска мог наблюдать, а не сразу упереться в эти огромные свечки. Тем более очень красивая набережная. Потому что эта высотка, она тут же съест набережную, она ее уничтожит. Нам принципиально иметь общее архитектурное лицо в целом курортов Краснодарского края. Принцип нарастания этажности от моря, вот это главный принцип застройки всех приморских территорий. В Анапе мы такое сейчас будем активно внедрять. В Сочи это главный принцип должен быть. Воплотить все эти проекты в жизнь в Новороссийске реально. И не только из-за громких обещаний, уверен Кондратьев. Бюджет города-героя на 60% сформирован за счет собственных доходов. В регионе таких показателей больше ни у кого нет. А это значит, что здесь знают, как находить деньги, чтобы сделать городскую жизнь комфортной. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск.